Конфискаты с северной столицы в Ивановский зоосад привезли животных, изъятых из контактных зоопарков Санкт-Петербурга. У несчастного зверя различные нарушения. Нет документов, их неправильно содержали или кормили. С июля они находились в Центре реабилитации диких животных. Здоровьем хвостатых и пернатых занимались специалисты. Теперь на новом месте жительства о питомцах будут заботиться ивановские зоотехники. Животные приехали абсолютно все здоровые, с хорошими анализами. Это лань европейская, это длиннохвосты, неясыть, это белка обыкновенная, это павлини, голуби, это еноты, полусканы. Поэтому в данный момент животные проходят обычный стандартный карантин. Скоро они будут показаны людям. Крошки еноты на карантине. Две самочки обеим по полгода до весны будут содержаться в помещении, а после их пересадят в просторный вольер. Еноты по возрастам 6 месяцев, две девочки. Еноты активные, кушают хорошо. При общении агрессии не проявили, вполне дружелюбные. Эта пугливая, как полагается представителям ее вида, лань по кличке Милана, пока содержится отдельно. Ей нужно привыкнуть к новым условиям. В контактном зоопарке она ходила по мягкому, непредназначному для ног животного покрытию. Поэтому копыта были сильно травмированы. Она была очень сильно раскормлена, была толстая. Из-за неправильного содержания очень сильно разрослись копыта. И она очень плохо передвигалась, ей было больно. Сейчас в центре реабилитации ей подрезали копыта, но она еще немножко все равно хромает. То есть ей больно передвигаться. Ну и пока еще поддержим ее на диете, потому что животные все-таки довольно полные. Через месяц Милану переведут в вольер к другим ланям. Там рассчитывают зоотехники, она создаст пару с самцом по кличке Амбассадор. Пока отдельно от собратьев живет и бельчонок. Его неправильно кормили, поэтому долгое время у животного были проблемы с шерстью. Сейчас малыш пошел на поправку и заметно опушился. Сейчас мы ему даем препараты, которые являются профилактикой заболеваний наиболее распространенных у белок. А потом курс витаминных препаратов, которые помогут еще и унять стресс. Впоследствии этот самец перейдет в нашу группу, которая давно уже сформирована. И это будет заболевание свежей крови. Теперь в Ивановском зоопарке есть и пять белоснежных павлинях голубей. Сотрудники надеются вывести целую группу этих роскошных птиц. Привезли орнитологи также неясыть и ворону со сломанным крылом. Приехала серая ворона. Ну, серая ворона, кажется, птица совершенно простая, у нас везде обитает. Но эта птица ручная, тем она уникальна, что ручная птица в природе выжить не сможет. И поэтому выпустить туда нельзя, и надо было куда-то его пристраивать ручную, чтобы она общалась с людьми. Вот решили в наш зоопарк, к нашей белой вороне у нас есть уникальная белая ворона. Вот, будем пытаться создать пару. На предыдущих владельцев питомцев заведены дела об административных правонарушениях. Их ждут крупные штрафы. Массовые проверки живых уголков и передвижных зоовыставок продолжаются. Возможно, Ивановский зоосад ждет еще пополнения. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.